Представьте, вот если она так пойдет, а там дома должны, по идее, тогда сносить. Такой вот ширины, такого размаха я не ожидал. Мы с вами первые, кто делаем эти шаги. Геодезисты мне сказали, что этот дом будет сноситься. В этом доме находится бассейн. Ров копали, чтобы люди тут не проходили. Из-под камня проступил песок. Новый песчаный пляж в Анапе. Там еще и более крутые дома попадают под снос. Слово «туй» — праздник, да, по-узбельски? О, шиплов. На поющие фонтаны. Черчит ручей, корабль с самыми парусами. Как красиво смотрится. Ночное море. Море. Добрый день, дорогие друзья. В Анапе сегодня плюс 17. Мы сейчас находимся в районе Ореховой Рощи, где продолжается реконструкция. И ее я вам расскажу, когда она закончится. Так же сегодня покажу начало строительства новой набережной, в которую мы очень ждали, в которую мы, в принципе, не верили. Посмотрим на это своими глазами. Приятной прогулки. Не забывайте лайк, подписка и хорошее настроение не покинет вас. Мы сейчас с вами видим реконструкцию Ореховой Рощи. Здесь очень много деревьев высаживают старые. Очень много спиливают. Люди негодуют по этому поводу. Но деревьев молодых я, по крайней мере, отсюда вижу высажено невероятное количество. Работает и большая техника. Сучки пилят елки. А так же можно увидеть и новые качельки, и новые дорожки, которые уже укладывают. И люди везде работают. Вечно зеленых, смотрю, добавляют. Там вдоль дорожек тоже высаживают. Будем ждать и смотреть. Администрация города Анапы пообещала, что к лету запустят. Они не успевают по графику из-за того, что было очень много дождей. Собственно, из-за этого и просят прощения и извинения. Так что ожидайте. Начал сезона летнего, что Ореховая Роща пригласит нас всех в гости. Я очень жду этого мероприятия. Можете увидеть, как преображается Ореховая Роща. Прям при нас устраиваются новые тропинки. Их будет здесь гораздо больше, чем было. Ну и деревья высыпаны. А также здесь добавили грунта, потому что здесь была яма и стояла вода. Центральный вход. Видим широкую дорожку. Я так понимаю, что зелень поменяет. И еще очень много отсыпки предстоит, чтобы выровнять под дорожку грунты. То есть работа предстоит еще очень-очень большая. Но сейчас главное, чтобы не было дождей, чтобы опять ее не задержали. Здесь я увидел помимо мурала на верхнем этаже этот дом. Смотрите, какая там красивая фреска сделана. Из камушков обложен балкон. Вообще вау просто. Это боковой вход. Вы можете увидеть, что здесь уже такое ощущение, что все готово. Кстати, бордюрчики такие симпатичные лежат. Освещение уже, столбы стоят. Значит, вся инфраструктура с коммуникациями разведены. Мы ждем. В общем, интересно, что будет вместо фонтана или как его лучше. Потому что там что-то пока непонятное впереди. Здесь на углу уже в конце реховой рощи перед морем мы видим, что формируется такая ощущение как будто и велодорожка. И еще есть много тротуара. Мы находимся возле ресторана отеля Утесов, который говорит, что тоже не имел права строить еще один этаж. Должна быть сверху. У него была многоярусная как бы улица набережная. И тут вот этот отель, было кафе. Его снесли. Я буквально недавно ходил тут, рассказывал о том, как бы мы мечтали о том, чтобы появилась здесь набережная новая. И смотрите, что происходит. То есть сносят все. Точнее уже снесли и готовят под то, чтобы начать бетонные работы. Выглядит это, конечно, ну очень интересно и волнительно. Потому что, ну я сам, можно сказать, сомневался в том, что это когда-нибудь у кого-нибудь получится. А походу получается. Вот самый интересный момент. Там впереди стоит домик, которого прямо на берегу бассейн реализован. Ё-моё. Вы представьте, вот если она так пойдет, да там дома должны, по идее, тогда сносить. Что-то как-то пока не верится в это. Офигеть, вот это масштаб. Я даже не знаю, как это, правда, комментируют. Но вы сами все видите, ребят. То есть подрезают по ходу по красной линии, наверное, как она должна была быть. И все вот эти вот прихваты, которые здесь были совершены, убирают полностью. Читал комментарии, что люди вот грустят. Говорили, любили сюда приезжать на перевод. Крутой. Но, по факту, друзья мои, хочется, чтобы все-таки была набережная. Для всех людей я не чья-то частная только собственность. Но то, что мы сейчас видим, это просто такой невероятный бауэффект. От того, что здесь происходит. Как вам? Мы раньше вот сюда подходили, но это, получается, тоже все снесут снизу. У нас убрали. Вот там мужик щемится. Точнее, перегородили набережную, чтобы сюда люди не ходили. Потому что, о, а там мужчина в шортах. Что он там делает? Интересно. Чтобы сюда не ходили. На людей вот при работе тяжелой техники не произошел обвал. То есть, это беспокоится именно нашим с вами самочувствием. Поэтому не надо лазить через забор. И, в принципе, там, где я хожу, тоже ходить не надо. Потому что здесь все огорожено для людей. Сделано для их безопасности. Как говорится, я просто завороженно на это все смотрю. И в восторге от того, что у нас может получиться. Скажите же, просто это просто невероятно. Это вау-эффект. И такой вот ширины, такого размаха я не ожидал. Думал, чуть-чуть там с краешкой что-то подрежут. А здесь сносят нафиг просто все. Но теперь вот вопрос к тому дому. Снесут его или нет? Еще один взгляд на то, как здесь все происходит. Интересно будет прийти, наверное, завтра, послезавтра. Посмотреть, как будет ломаться тот дом. Этот спуск экстремальный, конечно, меня завораживает, чтобы туда спуститься. Но не сегодня, я думаю. То есть, вот представьте, вы от Утесова уже лучшие вместо него такие. Прогуливайтесь уже по новой набережной Анапы. Просто рисуйте себе эту картинку в голове. Мы с вами первые, кто делаем эти шаги по обрыву этого берега. Какая восхитительная красота, ребятки. Будет и идешь справа море. Слева пустырь. Ладно, там тоже чуть-чуть построят. Но я уверен, что будет очень круто. По сравнению с тем, что здесь было, в дальнейшем надеемся на только улучшение, улучшение, еще раз улучшение. Здесь пока заканчивается разрытое. И сейчас геодезисты мне сказали, что этот дом будет сноситься вот по тому месту, где как раз, видите, чуть-чуть недоштукатурена стенка. То есть, не стали штукатурить, потому что понимали, что будет происходить. А трактор сейчас заправляет топливом. Вот это новости. Подходим к дому. Здесь уже все видно. Я уверен, что именно из-за этого и не стали заниматься дальнейшей отделкой. Здесь, в этом доме, находится бассейн. И вот сноситься он должен, как сказали геодезисты, по вот этому разделу. Докуда? До штукатурена. Ну, это примерно. Они выставят потом точки. Будет понятно. Здесь, смотрите, уже опорные стенки. Там что-то не забор возводили. Здесь вот ров копали, чтобы люди тут не проходили. Деревьями, палками закрывали. И вот туда дальше, до будущего императорского парка, пройдет как раз-таки и новая набережная. Ну что, ждем, верим, надеемся, что все получится. И будет все у нас, кажется, хоккей. Ай! Там дальше, смотрите, еще одно здание появлялось. Вот он, бассейн, который должен был быть с видом на море. Ну, чуть-чуть укоротят. Будет с видом на набережную, собственно. И вот еще одно здание. Видите, впереди оно тоже, получается, попадает под снос. Потому что 6 метров от обрыва должна быть набережная. Ладно, дальше не пойду, скажу, что на чужую территорию залез. В общем, вот такие вот новости с этой территории, друзья. Это счастье. Ну, я понимаю, что собственник страдает, конечно, он там бедный. Бедный, ну, не могу сказать, что он страдает 100% от того, что у него не получилось так, как он хотел, как минимум. Но зато у нас будет набережная. Еще у нас внизу можно увидеть, что берег из-под камня проступил песок. То есть пляж 40 лет победы, если пройти дальше до Дикий пляж, до 300 ступеней, вот туда до сбросной камеры, стал песчаным. Вот тут прям новый песчаный пляж в Анапе. Это тоже такие интересные новости. Но из-за этого, видите, поднимается звездь даже при небольшой волне. Тут обычно водичка была кристально чистая, откуда-то принесло песка, и теперь она у нас тоже мутится, как на других местах. Ну, прям сейчас можем увидеть, как работает техника тяжелая в этом месте. Сейчас подготавливают место для того, чтобы приехала машинка, и ее загружать дальше грунтом, который забирают с этой набережной. Уй-ть-вть-вть, надо убежать, а то техника большая. Вот так вот. Дах-дах, и все. Вот это да. В общем, мечты сбываются, Анапа, ребят, по-другому сказать это нельзя. Дай бог, чтобы техника работала, и работала очень четко. Говорят, что там еще и более крутые дома попадают под снос, даже чем вот этот бассейн. Ждем вот именно такую же набережную, широкую, с велодорожками, с фонариками, местами, где можно посидеть белыми балясинами. С той стороны. Ну, желательно, чтобы вообще эти две набережные соединились, и утесов на один этажик бы подсняли. Но здесь очень много, видите, вопросов. То есть, если сейчас говорят и о сносе впереди кафе Шатра, то и о кофейне, который там напротив него. В общем, интересные времена, что Танапа. Но здесь будет выход из Ореховой рощи. И с вами наблюдаем пляж 40 лет Победы. Один из любимейших пляжей жителей этих наших микрорайонов, которые тут сзади находятся. Потому что каменный, водичка здесь чистенькая. Единственное, что сложные заходы в море, потому что камни. Ну, с коралками и новым песчаным пляжем, который появился в ту сторону дальше, теперь будет им здесь гораздо более комфортно. Парковка на 40 лет Победы у нас бесплатная. Это сам спуск к морю. Ну, и здесь у нас еще одно местечко возле Шатра, где красиво. Можно посмотреть на набережную. Нравятся мне такие моменты, когда ты подходишь к берегу моря. Посмотрите, сколько у нас здесь людей. Пришли на отдых под музычку, которая звучит у нас с этого кафе с правой стороны. Ну, и здесь стеклянная набережная. О, такие стулья поставили. Очень интересные возле нее. Можно почувствовать себя каким-то там буровным. Прийти и отдыхать у моря. Как вам вид? Жду ваш комментарий, ребятки. Под музычку. Какой великолепный, да? Кайф. Кафе справа, кстати, это парус. Жду того момента, когда вот эти кустики у нас покроются зеленью. Здесь очень красиво все это смотрится. Но опять-таки, с левой стороны погибающие сосны. Прямо какое-то издевательство над деревьями. Ну, а дальше мы можем по этой набережной дойти до 300 ступеней спуска. И с видом на маяк прогуливаться аж до самого песчаного пляжа. В удовольствие. Отсюда, вот с этого места открывается очень красивый вид на наши галично-каменные пляжики внизу. Красота, не правда ли? Атмосферные звуки. И сосен. Классно. А здесь у нас ведутся окрашивания. Смотрите, подготовка набережной к летнему сезону. И 300 ступеней спуска вниз к морю. От сквери Аванесла, смотрите, как сильно голуби загаживают плиточку. Это говорит о том, что не кормите, они здесь собираться не будут. Все просто. Нет еды, нет голубей. Это спуск трудящихся. Здесь после шторма века был разрушен самый нижний спуск к морю. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим о том, что его восстановили. Здесь у нас находится старое кладбище вдоль береговой линии. Многие предлагают сделать вместо забора просто скамеечки посадить за скамеечками зеленые насаждения, которые бы не портили вид, а украшали эти места. Пишите, как вы об этом думаете. Ну, а вниз ведут такие вот бетонные ступени к уже лестнице самой. В этом месте заканчивается с правой стороны забор и находятся такие очень фактурные красивые камни. Кстати, они сейчас от всяких надписей очищены. Здесь очень классно делать фотографии. Девушку рядышком с камушками поставите. Будет прям такой супер вау эффект. Так что, девчонки, кто готов, пишите. Сделаю вам бесплатную фотосессию красиво возле камней. Раньше не было вот этого спуска, который построили позже на пляже. А была вот такая вот лестница туда дальше. Сейчас она заросла, потому что там постоянно она обваливалась. А еще раньше даже лестницы не были, мы тут просто спускались по тропинке. Видите, там обвал произошел, и там уже не пробраться. Отсюда открывается с этой лестницы тоже очень красивый вид на сам пляж. Между Тургеневским и Трудящими со спусками к морю. Там, видим, девушки фотографируются на фоне красивой Юриной горы. Мы до самого низа, наверное, спускаться не будем, потому что там 200% обвалится на связь, на трансляции. Но отсюда мы видим, что, да, действительно, появился деревянный спуск вниз. Он уже полностью готов. Ну, в деревянной смысле это дощечки, а сделан из металла. Дай бог, чтобы прослужил как минимум этот год. Здесь, смотрю, стены окрашивали, но опять начинают появляться новые надписи. Вот нехорошие люди этим занимаются. Постанно с правой стороны и туда дальше. В общем, у нас официальный спуск только на пляжике Малая Бухта. Очень много мест, в которых можно приходить, жарить шашлычки, отдыхать. Но я смотрю, что веток уже не осталось. Любители костров уже все перепалили. Такие вот дела, дорогие мои друзья. А там внизу вообще чонга. В обратном направлении тоже очень красиво тут. Кто, друзья, скучал по дельфинам, надеюсь, вы их разглядите. Сразу два у нас. Здесь бороздят просторы черноморские на каменном пляже. Ах, красавцы. Но ходят они здесь глубоко. Вот, видите, вышел. Потому что там глубина большая. От второй туда дальше уже ушел. Забор защищает от ветра. Очень комфортно. За забором у нас находится старое кладбище. Так что знаете, когда гуляете по берегу Анапы, что это раньше было окраина города довольно-таки дальней. Тут даже дорожки не было. То есть эта дорожка, в принципе, по старым могилам сделана. Также внизу, за счет того, что берег осыпался, находили раньше как бы и надгробие и все остальное. И кости там часто много было. Поворачиваешь взгляд назад и только что проходил по всем этим местам набережной. Видишь красивое море. Мы проходим один из поворотов. И дальше у нас открывается, вот по моему вид лучше, чем на море. Это море со скалами. С обрывом Анапским. И вид на наш маяк. Улица Протапова у нас впереди. Мы часто гуляем оттуда и к песчаным пляжам. Но от 40 лет победы и в эту сторону проуки менее часто и почему-то в последнее время стали. Надо тут больше гулять. Вот это прям красота. Это одни из первых зеленых листочков. Появляются они еще вдоль моря на вот этих кустах, которые здесь растут. Вот вам ответ, что надо высаживать дальнобережную. Правда, эти кусты, видите, они закрывают полностью весь вид на море. Поэтому такое спорное решение. Смотрите, это куриная слепота называется. Цветочки, параллески среди них. Вот, где-то очень красиво. Целая желтенькая поляночка. Между ними летают пчелки. Еще мы увидели сейчас фруктовое дерево цветущее. Там вот возле сквера Гудовича красота. Вот на улице Протапова можно увидеть уже распустившиеся нарциссы. Вы только посмотрите, друзья, на эту красоту. Каждый ваш город, каждой прекрасной девушке дарю виды на эти нарциссы. Как красиво оформили территорию перед домом. Очень много вечно зеленых. Красивая разметка. Улица Таманская такие места. Здесь вот беседочка на улице под виноградник. Ну вот это, конечно, прямо написано только на жильцов дома. На муниципальной территории так не должно быть. Вот кто точно знает, кизил это или не кизил цветет. Посмотрите, как красиво смотрится. Таманская-Новороссийская на пересечении. Нашел на Ивана Голубца вот такой вот заброшенный домик. Столько побитый, по большому сожалению. Лор в таком заброшенном состоянии. А жаль. Дом такой мечты в Анапе. Эх. Вот видите, какой участок правильной формы. Так, друзья, чай хана мореплова. Мы делали на нем обзорчик и не раз. Давайте посмотрим, что почем здесь сейчас есть. Ценники такие. Ферганский плов. Вон ты, лагман. Чай. Задумался, чего хочется попробовать. Дорогие подписчики Юрия, дорогие любители плова, дорогие гости Анапы, дорогие жители Анапы. Я не ожидал, что Юрий сегодня придет. Мы последний раз с Юрием виделись. В том, в 22-м году, в 23-м не приходил. Зазнался. И вы знаете, спустя, даже в том году Юрий не приходил, люди шли, шли, шли по тем еще видеом. То есть это уже такое колесо пошло, которое уже за четвертый год я здесь. За четвертый год готовлю только плов, манты, лагман, шурпу и больше не заморачиваюсь. И вот за эти четыре, уже три с половиной года, уже вот этот шарик любителей плова и уважаемых вас, подписчиков, любителей канала Юры, уже прям вот такой шарик мощный. Очень здорово, что вот здесь у Юры вот такие люди. Поэтому спасибо большое, что вы приходите, что приезжаете в Анапу, возвращаетесь к нам за нашим с вами морем, за нашим с вами солнцем, ну и за моим пловом. Рад вас видеть. Спасибо большое. Посмотрите, ребятки, как он выглядит. То есть это у нас праздничный плов, как он праздничный называется? Да, праздничный туй-оши-туй. Слово туй праздник, да, по-узбекски, оши-плов. Вот это мы называем свадебный, вот праздничный и так далее. А так это традиционный плов. Поэтому вот это классический обед в Узбекистане. Сейчас вот через год пришли. У меня просто был человек, который меня подкармливал тоже пловом, он уезжает. Все, буду к вам ходить? Плов только ложкой. Только ложкой. И тоже вспоминаем, как правильно его кушать, да? Надо чуть-чуть горечь там. Да, потом так, а потом... Сейчас я просто хотел... Я рис люблю. И здесь я прям чувствую именно курдючный жир. Идет с вкусом баранины. То есть это очень круто. Мы... Потому что сколько готовили? Мы готовили всегда со свининой. То есть все равно немножко не то. Вот именно когда баранина... Это вау. Говядина прям нежнейшая. Супер. Вкусный плов. Вы можете отведать по адресу улицы Космонавтов, 34. Сзади меня. Приходите. В межсезонье работает до 6 вечера с 9 утра. Если в летний период, по-моему, до 10 вечера. Ну, можно вообще заказать или позвонить, уточнить. Дорогие мои, вот и ночь настала в Анапе. И хотелось очень сильно посмотреть с вами на поющие фонтаны. Как они выглядят. Людей сегодня немного. Я думал, будет честно побольше. Но, по большому сожалению, так получается, что из-за погоды сейчас плюс 7 вечером люди себя подымают. Так, а днем народу гуляло очень-очень много по городу. Ну, как говорится, наслаждаемся зато пустынными улочками. И получаем удовольствие от этой красоты. И вот эта красота, она такая, прям, вау-эффекта. Наблюдать она в таком виде, я думаю, приятно вам всем. Хотя, в принципе, ну, немного, но люди есть. То есть не сказать, что город пустой. Посмотрим, как выглядит парк, что там работает. Ну, и здесь фонтаны очень-очень-очень радуют. Музыка, кстати, работает, но работает очень-очень тихо. Плохо слышно. Я думаю, чтобы людям, живущим вокруг, не доедать до лета. Вот так. Ох, какая красота. Фонтаны в этом году настроили. Сделали, чтобы они все работали хорошо. Я думаю, результат нас очень-очень радует. Слушайте, как вам. Кстати, под новую тую, которую высадили по бокам от фонтанов, сделали еще и подсветочку. Так что здесь стало гораздо ярче. И еще один взгляд уже на фонтанах в сторону администрации. Они сейчас на перезарядке. Композиция закончилась. Давайте посмотрим, сколько же людей вышло на прогулку вечером в Анапу. Это Горького, наша пешеходная улица. В другой стороне у нас парк 30-летия Победы находится. И люди, я могу сказать, что, в принципе, ну, не лето, когда здесь прям толпы туристов, но и есть люди, гуляют, дышат свежим воздухом. Хорошо, что нет ветра, потому что было бы еще холоднее. Можно посмотреть туда в сторону театральной площади. Там вообще очень много народу. Ну, значит, туда нам и дорогу. У нас сегодня начались масличные гуляния. Это район Ракушки. Ракушка сама не работает. Здесь у нас дельфинчиков предлагают напрокат. Вкусная точка тоже тишина. И гоняют самокатчики. А здесь у нас Прага какую-то реконструкцию ожидает. Здесь открылись у нас домики, в которых предлагают галентвейны и разнообразные вкусняшки. Даже горячие пельмени можно отведать. Народ собирается здесь. Как бы это хорошо. Можно увидеть, как маленький приготовляется. Красота, друзья. Вот что-то оттуда я смотрел, что много людей было. Сейчас подходим сюда ближе. Здесь не так много вино продают. И внутри тоже в каждой точке. С этой стороны у нас сказка. У них территория тоже очень красиво и подсвечена. И оформлена также подсолнух. Кафе. Смотрите, как красиво на нашей театральной площади. Подсветки в тротуаре. Фонтан уже работает. Единственное, что людей еще не очень много. Хотелось бы на самом деле здесь было побольше. Но должны быть какие-то мероприятия, чтобы их сюда собирать. Здесь еще не доделали работу. Не до конца остановили все эти навесы. Кстати, сверху, видите, покрывают еще ОСБ. Наверное, будет какая-то кровля реализована. Но уж очень красиво. И вот этот фонтанчик, он тоже, как оказалось, живой. Иногда играет своими струйками. Стоит обратить и подсветку на проходе к морю. Наши объявленные театральные площади. Света, в принципе, достаточно. Единственное, что лесозона выглядит немножко темновато. Ну, думаю, что и это решат, подсветят деревья в дальнейшем. А так, действительно, курорт уже высокого уровня. Мне очень нравится. Русско-турецкие ворота у нас тоже с подсветкой. И хочется похвастаться, какая у нас красивая лавочка. Те, кто-то вдоль прохода к морю. Посмотрите, какая она не подсветка. Я очень жду, чтобы эти деревья пустили листики. Хочется верить, что они все живы. Здесь у нас песики бегают. И заработал ручеек. Плюсик. Потихонечку все фонтаны запустят. Знаю, что сегодня еще и сердце запустили. В сквере Гудовича. Ну, туда я, наверное, не доберусь. А здесь красивая тоже подсветка. Под каждой ступеночкой. Видите, как красиво это смотрится. И шурчит по ручей. Можно сесть на скамейничку. И немножко даже помедитировать. Пока людей не сильно много. Здесь можно прям даже залитнуть. Ну, очень красиво получилось. Слушайте, если она упала, было бы весело. Конечно, но не надо так делать. Не портите имущество города. Фонтан-жемчужина, к сожалению, еще не заработал. Ну, на набережной есть освещение. И много-много тоже людей. Слушайте, я думал, здесь будет меньше. Видите, все пошли именно поближе к морю погулять. Видите, как красиво смотрится корабль к салубыми парусами на фоне такого прекрасного неба. После новогодних праздников убрали всю утварь, но оставили освещение. Видите, как красиво смотрится. Там сейчас стоят лежачки, и люди на них отдыхают. От лечебного пляжа прогуливаются до центрального. Но против санатория Кубани, сквер, который доживает свои годы, потому что обещают перестроение. Что-то вот вроде такой стилистики у нас должно в дальнейшем появиться полностью по всей набережной. Здесь что-то пока никаких глобальных изменений не вижу. Но строится, строится. Мнения местных жителей разделились. Так же, как и гостей. Кто-то рад, что что-то новое интересное появляется. Кто-то говорит, что надоели эти все шалманы, которые стоят на берегу и закрывают вид на море. А как вы к этому относитесь? Напишите обязательно в комментариях. Я, честно, не могу сказать, нравится мне, не нравится. Потому что здесь шалманы и так стояли, а так какое-то украшение еще будет. Поэтому я однозначно не определился. Посмотрим на конечный результат. Спускаюсь ниже к морю по лесенке. Идем в сторону Мазгридинской улицы на зону отдыха, которая сверху вам показывала. Здесь что-то вообще как-то пустынно. Люди, где вы? Сегодняшний спектр человек, который прогуливается вдоль набережной. Ну, в сезон, вы сами знаете, здесь мест свободных на набережной найти сложно. Здесь чуть подальше от берега слышен шум волны. И очень радостный все-таки этот сбор, потому что убран. Не хватает, конечно, работы фонарей, которые стоят вдоль берега моря. Но будем надеяться, на них обратят внимание и подсветку включат. И тут нам открывается вид на парк 30-летия Победы. Колесо тут пока без подсветки, но в парке освещение работает. Здесь у нас какой-то парапет или бордюр будут делать или еще что-то вдоль линии газона. А отсюда открывается вид на фонтаны. Ну, пустынно. Ладно. Где все? Где вы, люди? И отсюда у нас выход непосредственно к морю. Давайте глянем, как она тут без нас. Не соскучилась ли? Ой, шум волны, прибои, ночное море. Как ты красива. Логичка, кстати, на спорт. Кристальная просто. Фантастика. Можно пожаловаться, что ведь не все фонарики горят. Гирлянда только начинается от спасательной вышки. Но все равно, после нее очень симпатично. Сосмотрите, прогуливаются. Люди здесь даже больше, чем по набережной. Видели, там было пусто. А здесь люди есть. Здесь море. Нельзя сказать, что он ночное. Чтобы выглянуть. Вау, как. И первые мужички заняты дальше. И теперь место пусто. Кофеечек, море. Но летом, я думаю, их уберут. Потому что здесь будут пляжи, санитарии. А до лета отдыхайте бесплатно на берегу Анапы. Подхожу к зоне отдыха. Здесь уже закончилось кино. К большому сожалению, хотел вам показать, как у нас киносеансы проходят. И убирают мешочки, на которых сидели люди. Людей было, в принципе, много. И этим сейчас место. Это очень привлекательно. Фильмы выкладываем в телеграм, какие здесь бывают. Так что приходите посмотреть дачи. Территория пляжа не освещена. И довольно-таки тьмо. Но зато очень красиво смотрится надпись «Море в море». И обратный вид еще на набережную, по которой мы с вами только что прогулялись. Такая красота. Здесь, кстати, лежачки у нас двойные стоят. Сама зона отдыха у нас отреставрирована после шторма века. Здесь на ней очень комфортно, удобно посидеть. И мероприятия разные проводятся. Ну и качелька у нас здесь есть. Также есть небольшая игровая детская зона. И дальше выход. Шашлычка, арочка. Ждем, когда появится обратно надпись «Центральный пляж», конечно. Мы парк сделали очень красивое место, куда люди приходят на море. Все сюда приезжают к морю, а не по барам и ресторанам гулять. Ну, отсюда начинается улица Гребенская. С левой стороны кафе. И там кафе, и там кафе. То есть, если придете на прогулочку, посидите, все есть где. Можно сказать, что на Гребенской и Краснодарской пересечении, тут где парк другой находится, ну, по крайней мере, здесь много молодежи. Они тут все приходят груши побить, говорится, силу удови свою показать. Ну, так город, в принципе, людный. Но не сказать, что многолюдный. Потому что, наверное, все-таки не лето. Еще чуть-чуть, еще немного. Уже середина практически марта, будем так считать. И скоро улицы наши начнут наполняться гораздо большим количеством людей.